Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы вместе с вами по моему рецепту приготовим самый лучший, очень вкусный, ароматный холодец на праздничный стол. Сегодня с вами Елена на канале Найди свой рецепт. Рецепт сегодня мой любимый. Мы готовим холодец. Если кто-то хочет поспорить со мной, как сварить холодец, я готова на все споры. Для нашего холодца нам понадобятся вот такие вот замечательные свиные ножки, которые мы прекрасно вычистили, вымыли. Обязательно нужна говяжья вот такая нога, которую мы купили и тоже хорошо почистили. Такие элементы в холодце должны присутствовать обязательно. Они дают высокую желейность холодцу, он хорошо сохраняется и быстрее застывает. Значит, мы взяли две части вот такие вот говяжьи ноги и две части вот такие свиные ножки. Какое мясо брать на холодец? Безусловно, мясо вы можете брать вот совершенно любое. Любите пожирнее холодец, пожалуйста, кладите свининки побольше. Любите попастнее, кладите, пожалуйста, курочку. Индейка великолепно смотрится. Если вы положите в холодец сочетание двух-трех мяс, например, свинину, говядину, индейку, холодец получится очень вкусный. Он будет отмечен как со стороны говядины и телятины и свинины. То есть все вкусовые качества разных мяс. Кто же от этого может вообще отказаться? Я не знаю таких. Холодец это блюдо на все праздники, на зимой, на выходной день. Его все любят и кушают. Я сибирячка, очень люблю холодец и готовлю его очень-очень часто. Я выкладываю в такую большую кастрюлю. Посуда нужна большая, что нам придется варить холодец достаточно длительное время. Я в нее выкладываю вот эти все ножки. Кладу свиную лопатку. Кладу говядину. Вот здесь вот у нас всякие разные кусочки. Мы ее купили в выходной день и я планировала вот сегодня перед Новым годом сварить холодец. Я тоже кладу сюда. У нас получается целая кастрюля полная. И кладу вот эти вот все кусочки мяса. Обязательно мы должны положить так мясо, чтобы оно у нас закрывалось водой. Безусловно, оно сейчас маленечко у нас усядется и как следует закроется водичкой. Если желаете, то кастрюльку можно взять побольше. Почему мы должны брать большую посуду? Потому что холодец долго готовится. В него должно, как сказать, войти много жидкости. Так, чтобы вот мясо наше полностью-полностью закрывалось. Я, скорее всего, сейчас даже переложу в другую посуду. И так, чтобы наш бульон нам в дальнейшем потом не приходилось подливать. То есть мы наполняем водой кастрюлю, мясом. И больше воду мы в процессе приготовления нашего холодца не добавляем. Это большая ошибка. Если вы добавляете, вода выкипает и вы ее добавляете. Это уже получается совершенно не тот холодец. Меняется желейность, меняются вкусовые качества. Получается совершенно не то. Также для нашего холодца я беру полголовки репчатого лука. Лук придаст, конечно же, вкус, цвет бульону. Я его кладу вот прям в кожуре, не разрезая. Кожура тоже дает очень-очень вкусный цвет и вкус. Ой, красивый цвет и вкус. Кладу несколько горошков черного перца. Ну, прям вот щепотку. И ставлю готовить, вот доводя до кипения. Примерно это будет у нас до кипения, чтобы такую кастрюльку довести. По времени, наверное, будет минут 40 даже. Довожу до кипения. И потом ставлю на такой медленный-медленный огонь, чтобы наше мясо, наши ножки хорошо разваривались. И у нас получалась такая замечательная желейность. Наваристый-наваристый бульон. Кто-то скажет, может быть, это хаш? Нет, это совсем не хаш. Хаш это совершенно другое. В холодце присутствует большое количество мяса. Бульона в нем совершенно мало. Что говорить? Мы сейчас возьмем с вами и приготовим. Холодец наш кипит. Как я вам и обещала, я его переложила в большую кастрюлю. Вот в таком положении мы его варим, что у нас мясо не выглядывает из-под бульона нашего. Излишнюю пену я удаляю. Есть еще такой вариант приготовления, что до кипения вы доводите, затем все выливаете в весь бульон и варите заново. Ну вот, я люблю, чтобы бульон такой был более насыщенный. Я как бы выливать не буду. Я просто собираю эту пену, которая бывает от мяса. Как бы это нормальный процесс. И ее просто убираю. Я понижаю температуру, ставлю на единицу и буду варить наш холодец. Вот сейчас 12 часов вечера. И я в 6 часов утра встаю, его выключаю. Мясо наше отварилось, прекрасно приготовилось. Самое главное, что чем мне нравится холодец, над ним не нужно стоять, корпеть. Получается его достаточно много. И как бы он такой вкусный. Хранится хорошо, что домашний. Никаких нет здесь таких добавок. Все натуральное. Прекрасно все разварилось. Я выкладываю мясо на тарелку. Сейчас наша задача с вами состоит в том, чтобы мы хорошо отделили мясо от кости, чтобы ни одна косточка у нас не попала в холодец. Я мелко нарезаю мясо такими кусочками, которые удобно бы было кушать, которые хорошо растворятся в нашем бульоне, чтобы у нас такая совокупность была мяса, чтобы нам легко было его откусывать. Дорогие подписчики, мясо я порезала достаточно мелко. Его хорошо перемешала. Прямо свинина, говядина. Вот видите, какой у нас холодец. Будет богатый. Здесь столько мяса. Вот наши дорогие мужчины. Сибиряки. Это ваше любимое блюдо. Я вас всех, конечно, поздравляю с Новым годом. Своего супруга я поздравляю с днем рождения. Сегодня 31 декабря. У него день рождения. Я его очень люблю. И этот холодец. Самое последнее видео в этом году, в 2016 году. Я рада, что оно выпало на день рождения моего мужа. И самое-самое любимое мое блюдо. Чеснок, специи. Какие мы должны добавить в холодец специи, так, чтобы его не испортить, чтобы он был очень вкусный. И чтобы всем был по вкусу. Безусловно, специи здесь. Черный перец и чеснок. Количество вот на такую чашку, миску отменного, богатого мяса. Я добавляю вот хороших 5 зубков чеснока. Его я не пропускаю через пресс. Я его мелко-мелко нарезаю так, чтобы у нас холодец мог постоять. И не, ну вот как сказать, не завонял. А чтобы вот этого излишнего запаха чеснока, который перележит, у нас не присутствовал. Если вы на более длительный срок готовите холодец, то даже можно чеснок оставить и залить сверху вот такими дольками. Потом, если, ну вот на недельку вы где-то готовите, эти дольки чеснока просто убрать, чтобы присутствовал аромат. Я мелко-мелко нарезаю чесночок. Добавляю черный перец. Сколько его добавлять? Конечно, добавлять и по вкусу. Ну вот на такую чашку, большую миску я добавлю примерно, я на глаз, у меня глаз такой наметанный, добавляю одну чайную ложечку. Добавляю также чесночок мелко порубленный. И все тщательно перемешиваю. Ах, какая вкусняшечка будет. Просто цимус, как говорит моя мама. Так, все перемешиваю тщательно-тщательно. Все наши ингредиенты готовы. Готов прекрасный бульон. У него красивый цвет, благодаря, не забываем, благодаря тому, что мы не сняли шелуху с лука. Шелуха с лука очень богатый дает цвет. Не забываем про это. Если желаете прям очень красивый цвет, можете даже специально немножко лишние шелухи положить. Готово мясо. И нам нужно определиться с формами. Какие формы можно использовать? Можно использовать любые формы, потому что холодец режется. Выкладывается на блюдо, на стол. Можно непосредственно сделать в креманках, чтобы каждому вот такая порция холодца была. Это делается достаточно просто. Я выкладываю мясо. Затем я это мясо буду заливать бульоном. Мы будем готовить большие формы. Людей будет много, гостей будет много. И я выкладываю, тем более холодец мы очень сильно любим, на одну форму мясо. Желательно, если вы будете долго хранить, то использовать либо металлическую, либо стеклянную посуду, потому что вот в пластиковой посуде, конечно, холодец не так долго хранится. Я думаю, что лучше, как мы в таких вот контейнерах стеклянных, больших. Я выкладываю мясо. Мясо выкладывайте по своему желанию. Если желаете, чтобы была такая прослойка мясная, побольше, то, конечно, мяса кладите много. То есть на ваш вкус. Если вы желаете, чтобы было побольше такого желейного бульона, который любят все, особенно дети, то, конечно, же, можете бульона побольше наливать. Делайте и готовьте холодец по своему вкусу. Так, бульон. Он у нас красивый, вкусный, соленый. Мы все его попробовали, чтобы он был замечательный. Такой бульон, который мы любим. Его необходимо процедить. Я взяла сито, взяла марлю. Если нет марли, можно просто использовать бинт. Знаете, как бинт есть всегда у всех дома. Я просто половником набираю бульон и процеживаю его через марлю. Так, чтобы он у нас был красивый, прозрачный. Чтобы вот такие вот всякие элементы, кусочки мяса у нас не оставались, мы должны обязательно его процедить. Кусочки лука, вот я смотрю, здесь у нас. Еще такой большой секретик, нюансик. Так как мы любим холодец, то вариантов его приготовления достаточно много. Если вы хотите, чтобы у вас отдельно было мясо, отдельно был такой желейный слой, то, конечно, можно аккуратно вот таким вот способом вливать бульон, чтобы мясо не перемешивалось с бульоном. Аккуратненько вот по стеночке я вливаю бульончик. А если вы хотите, чтобы у вас было все целое мясо и холодец, вот как любим мы, чтобы такое было состояние, богатое холодца, казалось, что он весь состоит из мяса, то я просто делаю вот так вот. Перемешиваю мясо и бульон, чтобы холодец был богатый и казалось, что в нем одно мясо. Так как любим мы с горчицей, с хреном, вот такой вот богатый и красивый холодец у нас получился. Я его отставляю в сторону. Можно поставить его в холодильник. Я поставлю на подоконник в холодное место. Думаю, 2 часа будет, вот как раз у нас через 2 часа будет торжество. Нам будет этого времени достаточно. Мы обязательно с вами попробуем. Холодец готов. Холодец, студень. Названий много. Сущность одна. Прекрасное, вкусное блюдо, закуска. Холодец наш замерз. Вот, он хорошо приготовился. Сейчас мы с вами обязательно его попробуем. Вот, в мелкой вот этой чашечке он у нас готов. Мы смотрим так, как мы хотели. Сплошное мясо. Вкуснятинка. Этот холодец, большая миска у нас еще вот такая жиденькая. Пришли гости, уже все на подходе. Мы, конечно, дегустируем, пробуем. Сейчас оценим наш холодец. Замечательный, вкусный, ароматный. Дополнение к нему горчица, хрен. Нежнейший, вкуснейший, сытный. Я люблю просто, безо всяких добавок, вкусно пахнет чесночком. Все так, как мы и заказывали. Как раз все к столу. Я приглашаю вас тоже к столу. Пробуйте, готовьте по нашим рецептам. Не забывайте, подписывайтесь на наш канал. Найди свой рецепт. До новых встреч в 2017 году. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok